Специалисты, которые лечат детей с ограниченными возможностями, прошли повышение квалификации за рубежом. Врачи и педагоги Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов ознакомились с передовыми методами в клиниках Южной Кореи, Германии и России. Там лечение сочетают с трудом, играми и музыкой. Кульнар Муксинова расскажет подробнее. Жизнь алма-атинца Аята Жейлаубая сильно изменилась с того момента, как он начал посещать реабилитационный центр. Теперь мальчик четко выговаривает звуки. Помимо этого, педагоги раскрыли в нем массу талантов. Когда Аят впервые услышал музыку, он приободрился и начал подпевать. Теперь у маленького пациента реабилитационного центра грандиозные планы на будущее. Он мечтает стать певцом и даже планирует провести свой сольный концерт в Астане. Сейчас меня учат владеть голосом. Я делаю специальные упражнения. Мне это очень нравится. В центре, наряду с современными методами лечения, активно совершенствуют педагогическую и социальную реабилитацию. Специалисты активно используют методы инклюзивного образования. Этому они научились в ведущих клиниках Южной Кореи, Германии и России. Путь к выздоровлению построен на необычных техниках. Это труд, игра и агротерапия. С первых дней работы центра, наряду с медицинской реабилитацией, существует и педагогическая реабилитация, и социализация детей. Поэтому я могу сказать, что мы накопили определенный хороший опыт работы по инклюзивному образованию. Результаты работы центра налицо. Дети, у которых плохо развита моторика, сейчас с удовольствием работают в мастерских. Они отлично шьют и вырезают по дереву. Гульнар Муксинова, Айнур Кот, Кызы, Ержан Конопьяулы, Астана.